Дочь польского короля Сигизмунда, принцесса Анна Егелонка. Добро пожаловать, принцесса Анна. Прошу вас. Принцесса Анна, добро пожаловать к нам. Я благодарю вас, Юрем Султан, за честь познакомиться с вами. Вы ошиблись. Я Фатьма Султан, младшая сестра Султана Сулеймана. Простите меня. Я, увидев перед собой такую красивую женщину, я и допустила эту неловкость. Ничего страшного. Гюльфам, проводишь гостью к Юрем Султан? Хорошо, госпожа. Не оставляй их наедине. Принцесса Анна, пойдемте со мной. Юрем Султан в своих покоях. Дорогу! Султан Сулейман, хан Хазратлери! Повелитель. Так вот ты где. Я пришел повидаться с братьями, Повелитель. Редко бываем втроем. Лекарь мне сказал, что ты стал чувствовать себя хуже. Он пугает, как обычно. Как видите, я жив и здоров. И счастлив, что Мустафа приехал к нам. Пусть так, но все же, сынок. Пора тебе вернуться в столицу. Повелитель? Моё решение твердое. Ты немедленно возвращаешься. Мустафа проводит тебя до Доката. Оттуда Мустафа в Амасию вернется, а ты поедешь в столицу. Но Мустафе сопровождать меня не нужно, Повелитель. Ему лучше остаться рядом с вами. Он должен участвовать в походе. Повелитель, я согласен с Джихангером. Присутствие брата Мустафы добавит нам силы. Собирайся, Джихангер. Завтра на рассвете нам с тобой нужно отправиться в путь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Госпожа, разрешите принцессе Анне Ягелонке войти? А с Шахзадой Селимом она успела повидаться? Конечно. Он в зале приемов с ней уже встретился. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хюрем Султан? Принцесса Анна, вы моложе и намного красивее, чем я думала. Вы очень любезны. Я благодарна вам за то, что вы согласились принять меня, госпожа. Со мной так давно не говорили на родном языке. Я рада, что о родине напомнила. Мне, как любой женщине в моих краях, было интересно увидеть вас воочию, госпожа. Наконец-то это удалось. Возможно, вы не знаете, но в моем королевстве ходят легенды о красоте и остром уме, госпожи. Матери о вас своим дочерям как к сказке рассказывают. Истории о пути той, что стала всесильной Роксоланой. Как же приятно это от польской принцессы услышать. Не найти слов, чтобы рассказать о вашей славе. Если вы к нам когда-нибудь приедете, лишь тогда оцените наши чувства. Моя дочь Михримах Султан, познакомьтесь. Ваше имя мне знакомо. Истинная повелительница Луны и Солнца. Свет нашей Вселенной. Тем более лестно услышать подобные слова от такой красивой женщины. Для нас честь принимать вас у себя. Как обстоят дела, Югус? Ты смог узнать, как нам подобраться к Хюрам Султану? К сожалению, нет. Ее охраняют почти как повелителя. Во дворце ничего сделать невозможно. Подождем, пока она не покинет дворец. Она его не покидает. Скоро годовщина смерти Шахзады Мехмеда. Как принято, она в этот день обязательно его могилу навестить пойдет. Но меры безопасности усилят. Ничего не получится. В эту годовщину, как обычно, после посещения усыпальницы в одном из помещений вакфы, что она основала, состоится чтение Корана. Беднякам раздают пищу. Она будет при этом. Там, как ты знаешь, узкие улицы. Поглядеть на нее соберется много народу. И вот тогда будет несложно к ней подобраться. План какой-то есть? Нам поможет фактор внезапности. Надо действовать быстро и неожиданно. Я слышала, ваш дорогой отец, король Сигизмунд, неважно себя чувствует. Да поможет ему Всевышний. Аминь. Невзгоды следуют одна за другой, госпожа. Мы переживаем нелегкое время. После долгой засухи случилось нашествие саранчи. Целые семьи умирают от голода. Именно поэтому король слег, и лекари пока не могут ему помочь. Я помню, раньше в тех краях было изобилие, и народ в полном достатке жил. Там родилось столько ячменя и пшеницы, что казалось, это не поля, а зеленое море. Ваша родина нуждается сейчас в поддержке и защите, госпожа. Наш народ просит помощи и надеется только лишь на вас. Но как же я могу помочь вам? Шахзадея Селим Хазретлири выслушал меня. Я сказала, что мы сможем продержаться месяца два. В хранилищах почти не осталось зерна. Я прошу вас не лишать нас надежды и помочь нам пережить эти суровые времена. Нам даров не надо. Придет день, когда мы сполна вернем долги. Ясно. Успокойтесь, принцесса. Не нужно печалью омрачать такое личико. Я с Шахзадея Селимом поговорю. Я сделаю так, что запасов у вас станет достаточно, а также в казну поступят необходимые средства. Госпожа, меня... Но у меня есть условия. Вы получите это не в счет долга, а в дар вашему народу. Вы очень великодушны к моему народу, госпожа. Спасибо. Вы проделали долгий путь. Я распорядилась выделить вам дворец и не бахчи. Однако там не успели все подготовить. И вы с нами, пока останетесь, принцесса. Мехримах. Принцесса Анна, я провожу вас. Вероятно, сначала надо отдохнуть, а после можно осмотреть дворец. С удовольствием. Я давно мечтала увидеть все это. У вас нет права давать такие обещания, пока не посоветовались с повелителем. Жизнь так непредсказуема. Я была когда-то самой обычной крестьянкой. Каждый мной распоряжался. Для этих людей моя жизнь стоила не больше пшеничного зернышка. А сейчас мне достаточно только одно слово сказать, чтобы их жизни были спасены. Эту власть дал вам повелитель. Источник вашей силы в нем, госпожа. Можешь не напоминать мне об этом, Гюльфа Мхатон? Я никогда этого не забуду. Выше. Немного правее. Ну что ж так криво? Выровняй ее, болван! Не-е-е! Так, теперь хорошо. Здесь самое место. Можно прибивать? Не тяни. Давай! Гасмеляхи рахмани рахим! Сюмбюль хане. Красиво получилось, ага. Якуб, все-таки хорошо, что ты у меня есть. Благодарю вас, ага. Ой, масштаба. Сюмбюль хане. Был в помощи, Финди. Спасибо вам. Ты чем торгуешь? Да я такой шербет продаю. Чуете запах? Правда, вкусно пахнет. Я не узнаю запах твоего шербета. У меня особый напиток. Такого вы еще не пробовали. Называется кофе. Прошу вас, присаживайтесь за столик. Клянусь, сам хотел выпить, но угощу вас. Якуб, принеси тот кофе, что он мне приготовил. Уже не суага. Желаю удачи. Лавочка-то, похоже, новая. Совсем новая, и недели не прошло, как торгую. А что это за кофе? Впервые слышу о таком шербете. Это я его открыл. Сейчас. Наливай. Еще, еще, Якуб. Подли. Прошу вас. На здоровье, уважаемые. Это что такое? Твой шербет горький. Настоящая трава. Да, мой шербет слегка горчит, согласен. Но он не пьется залпом. Надо сделать один глоточек, а затем сразу кусочком лукума закусить. Глоток шербета, лукум, глоток шербета, лукум. На мой вкус, дрянь. Не побоялся лавочку открыть. И трех дней не пройдет, как прогоришь. Нет, ага, со временем все полюбят его вкус. Пейте, вам понравится. Прошу, попробуйте. Глоточек не больше. Да не хочу я. Давай ты попробуй. Говорю же, не хочу я. Твой шербет. Не хочешь, как хочешь. Я еще его уговаривать буду. Мне даже говорить с тобой не о чем. Да что ты в кофе понимаешь? Давайте деньги и уходите. Две чашки, два к че. А лукум от меня в угощение. Все. А мы лукум не ели. Так ели бы, он перед вами стоит. О, Аллах, пошли мне терпение. Идем, Камиль, хватит? Да. Отлично. Идите прямо в преисподнюю. Я угостить их хотел, предложил присесть. Но глупцов не переделать. Фу, ты напрасно злишься на людей. Это же пить невозможно. Ику, клянусь, я сейчас тебе голову сверну. Работай, пиздельник. О, Аллах, пошли мне силы. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. А с лукумом не так плохо. Принцесса поведала мне о бедах своего народа. Она рассказала тебе о трудном положении их страны. Я обещала нашу помощь. Может, вам следовало со мной поговорить? Прежде чем давать такие обещания, мама. А ты против? Дело не в том, что я возражаю против помощи. Я говорю о существующем порядке. Если бы повелитель был в столице, вы бы дали такое слово? Нет. А назначили Бе-бе-зет регентом государства? Тут бы уже такая буря пошевала. Шекзаде, Фатьма султан Хазрат Лири пожаловала. Пусть войдет. Госпожа. Хюрем. Селим. Вероятно, твоя матушка дерзка настолько, что дала обещание, не спросив тебя. Я не уверена, что она может что-то решать, не посоветовавшись с тобой. Ведь это не она, а ты стал регентом государства. И не Хюрем, а ты будешь перед повелителем отвечать. Слово Хюрем, султан, мое слово, госпожа. Она правильно рассудила и приняла верное решение. Мы не отказываем никому, кто просит у нас помощи. А если мне придется отчитываться перед нашим повелителем, я смогу все объяснить. Так что не надо тревожиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Доложи принцессе, что Нурбану султан к ней пришла. Принцессы нет в покоях. Она что, в баню отправилась? К шахзаде Селиму Хазрятлери пошла. Я не смогу забыть вашу доброту, Шахзаде. Благодаря вам и Хюрем, султан, наши лица, наконец-то, озарятся улыбкой. Я не остался равнодушным, когда узнал о ваших невзгодах. Это удивительно. Я вспомнила о том, что являюсь принцессой только когда оказалась в Стамбуле. Роскошь дворца, его богатство производит впечатление. Вы еще ничего не видели, принцесса. Я хотела кое о чем спросить вас. Нас очень интересует, есть ли гарем в вашем дворце. Как мне сказали, Шахзаде должен иметь свой гарем. И утверждают, что у вас в гареме сотни женщин, не меньше. Не нужно верить всему, что говорят. Так гарема у вас нет? Конечно, есть. Но он нужен не для развлечений, а лишь для того, чтобы у Османской династии было будущее. Разве у вас не так? Короли и принцы тоже имеют много женщин? Многие, конечно, имеют фавориток. Но обычно они это скрывают. Ведь у нас, как принято, женится на одной женщине. Мы не можем жениться. У нас есть только наложницы из гарема. Но ведь Хюрем Султан женой стала? Это же Хюрем Султан. Для нее нет ничего невозможного. А мне крайне любопытно, шахзаде. Вам запрещено с женщинами из других династий сближаться? Или позволено проявлять к ним свою благосклонность? склонность. Да. Шахзаде, Хазрад Лири, Нурбану Султан пожаловала. Пусть войдет. Шахзаде? Нурбану, что-то случилось? Нет. Я хотела увидеть вас, но могу уйти, если вам помешало. Нет, я рад, что ты пришла. Вы с принцессой еще не познакомились? Принцесса, как выживаете? Благодарю вас. Если позволите, я вас оставлю. Ваши бани все очень хвалят. И мне не терпится их увидеть. Шахзаде? Только осторожнее, принцесса. Бани у нас красивые, а вот полы скользкие. Смотрите, не упадите. Ты что вытворяешь? Это ты что вытворяешь? Принцессе здесь нечего делать. Вы и вино пили. А если бы кто-то увидел это и повелителю донес? Ты ко мне, соглядатая, не подпустишь и не оставишь без внимания. Выходит, ты тяготишься моим вниманием? Нурбану. Меня все считают рабом вина и попрекают этим. Но они не знают, кто действительно мой властелин. Никто не видит, как я слаб перед тобой. Они меня не простят, если поймут это. очень горько. Лукум, лукум. А теперь попробуй закусить лукумом. Открой рот. Ну как? Нет, ага, торговля у тебя не пойдет. Никто это пить не будет. С ума сойти, как же вы мне надоели. Вставай и уходи. Ничего не понимают. Сюмбюляга. Я слуга из дворца. Хюрем-султан просит вас прислать ей кофе. Я за Хюрем-султана жизни не пожалею. Только наша госпожа и поняла, какой это ценный напиток. Это же не кто-то, а Хюрем-султан. Можешь идти. Я сам отнесу нашей госпоже кофе. Иди, иди. Он сказал, Хюрем-султан? Угу. А ты что думал? Госпожа очень любит мой кофе. Постоянно его пьет. Это шербет для господ из дворца. Вообще-то, он мне уже нравится. И лукум ему положим в рот. Вот так. Еще чашечку? Налей, налей. Налей гостю еще. Окрестности Вана. Все, как мы и предполагали, повелитель, похоже, Тахмаз готовится отступать. Теперь ему не убежать, Русте. Алкас и Туркменская Бей перекроют ему дорогу, а там и мы подоспеем. Повелитель, Шехзадеба и Зетхазред Лири просят принять его. Зови. Повелитель. Ты с добрыми вестями, иншаллах. Кара Ахмед-Паша одержал победу в Ване. Отныне город принадлежит нашему великому повелителю. Моя Зетхазред Лири. Проси все, что только пожелаешь. Я хочу лишь одного. Быть мечом в вашей руке и добиваться побед, повелитель. Я, как и весь мир увидел, какой мой сын храбрец. Аллах да поможет тебе сохранить чистый душ. Поздравляю, Шехзадеба. Поздравляю, Шехзадеба. Вы многое сделали для этой победы. Остем, Паша, приказываю. Казначей Анатолий, черкес Искендер Паша, Беллер Бейм Ван остановится. И передай кара Ахмеду Паше поздравления. Он получит за эту победу достойное вознаграждение. Как пожелает наш великий Бадишах. Не могу понять, почему повелитель так несправедлив к тебе. Как Сан-Жакбе и Уамасии, тебе обязательно надо участвовать в походе. Ты же отвечаешь за восточные границы государства. Я в свой последний поход выходил, когда ты еще не родился. Поэтому не грусти. Я привык быть в стороне. Шахзаде пора. Надо отправляться в путь. Иду. Джихангир, ты мои глаза и уши во дворце. Я знаю, Бад. Ты ведь простил меня. Но сам себя я все равно не могу простить. Я перед тобой очень виноват. Ты о том случае с Кафтаном? Я уже давно забыл об этом, Джихангир. И ты забудь. Мы все в прошлом делали ошибки. Я в том числе. Мы сейчас должны думать только о будущем. Доброго пути, Джихангир. И тебе, брат. Афифа, я приказала устроить в честь моей гости принцессы Анны праздник. И, конечно, я на тебя надеюсь. Проследи за рабынями. Надо хорошо все подготовить. Как прикажете, госпожа. Я к Сюмбюлю за кофе послала. Его доставили? Сюмбюля Гаа собирался сам его привезти, госпожа. Наш кофейный мастер скоро явится. Хорошо. Иди, займись делами. Афифа Хатун, прошу вас. Вам письмо от Лакмана Аги. Афифа Хатун, я лично заботюсь о здоровье повелителя. И делаю все, что могу. Но, как вы знаете, наш повелитель довольно упрям. К тому же здешние края суровы. Нам приходится преодолевать горы. А потому здоровье повелителя лишь ухудшается и вызывает у нас опасения. Вдобавок ко всем нашим бедам у повелителя сильно опухли ноги. Главный лекарь сказал, что это может быть симптомом серьезной болезни. Мое единственное желание, чтобы повелитель вернулся из похода живым и здоровым. Надеюсь, мы доживем до этих дней. ТЕБРИЗ Так где же туркменские беи, Алкас Мерза? А как же обещание, что они будут повиноваться? Они не придут. Их нет. Что значит, их нет? Беи отступились от своего слова, Рустам Паша. Очевидно, что мой брат их изрядно напугал. Я остался один. Вы обязаны мне помочь. Вы мне должны. Это я вас спас в истории с Кафтаном. Я свой долг давно уплатил. Пока нет. Надо найти какой-то выход. Если я проиграю Паша, то и вы проиграете. Паша Хазрыт Лири. Что? Михримах Султан позвала меня к себе перед тем, как мы покинули дворец. Она пожелала, чтобы Алкас Мерза не вернулся из похода. Что такое ты говоришь? Разумеется, у меня нет таких планов Паша. Поэтому я и говорю вам. Однако, если он будет мешать вам, мы можем покончить с этим делом. Да, так все и было. Спасибо, что рассказала. Да, я учту это. Ну, рубану. Госпожа? Подойди сюда. Еще ближе. Кто ты такая, что смеешь не приветствовать госпожу? Да еще и продолжаешь свою беседу. Что это за наглость? Как можно, госпожа, я бы не посмела. Я просто вас не заметила. Не заметила она. Кого ты пытаешься обмануть своими куриными мозгами? Перед тобой стоит сестра Султана Сулеймана. Еще одна ошибка с твоей стороны, и ты пожалеешь. Простите, госпожа. Хюрем решила подражать. От нее набираешься этой наглости. И шех Заде Селим такой же. Считает себя ее любимым сынком. А на самом деле, фаворит Хюрем Шех Заде Байзет. Чтобы его защитить, Селима она просто-напросто использует. А он и не знает. Нет, госпожа. Это только вы так думаете. Хюрем Султан одинаково любит всех сыновей. В одной руке два арбуза не унести, Нурбану. Непременно. Один упадет и расколется на кусочки. Если Шех Заде Селим проиграет, то проиграете и ты, и твой сын тоже. Помни об этом. Хорошо, что ты пришел, Симбюль. В отсутствии повелителя, меры безопасности усилены, и я не могу выходить из дворца. До дня памяти моего покойного сына так будет продолжаться. Ой, госпожа. Как же быстро летит время. Допокоится он с миром. Аминь. Ты в тот день придешь, не так ли? Приду, приду во что бы то ни стало. Когда вы сказали, что хотите кофе, я стал самым счастливым человеком. Кроме того, я хотел с вами увидеться. Ведь уже несколько дней я вижу вас в своих снах. Надеюсь, ничего страшного? Я всегда вижу вас в полной тьме. Точнее, слышу ваш голос, ваши отчаянные крики. Да, и думаю, пойду помогу, однако не могу вас найти. Пришел испортить мне настроение? В такое время имеет смысл быть осмотрительной. Ваши враги все еще не дремлют, госпожа моя. Эти страхи уже в прошлом, Сюмбюль. Даже я не помню числа своих поверженных врагов. Валиде Султан. Ибрагим Паша. Хатидже Султан Шах, Султан. Ну-ка посмотрим, кто остался. А? Фатьма Султан? Я ее даже не воспринимаю всерьез. Госпожа, самые большие несчастья происходят, когда человек, достигнув вершины, начинает думать, что с ним ничего не случится. Да и меня теперь рядом с вами нет. Будь ты со мной рядом или нет, это уже ничего не изменит. Я достигла своего положения собственными силами. И я знаю, как его сохранить. Госпожа, простите меня. Вы меня неправильно... Займись делами. Польская принцесса во дворце. Мне надо ей время уделить. Как прикажете, госпожа моя. Хюрем Султан отправится посетить вакф после чтения Корана и раздачи бесплатной еды. После полудня. Она будет там до темноты? Нет. Немного побудет и сразу уйдет оттуда. И направится по дороге ко дворцу. Выходя из комплекса, она всегда использует эту дорогу. А если она выберет другой путь? Мы будем готовы так же и на других улицах. Нам непременно надо покончить с этим делом. Особенно теперь, когда Султан Сулейман спасся. Пока он не вернулся, мы должны покончить с ней. Я только что с Фатьмой Султан столкнулась. Она меня предупредила относительно Хюрем Султан. Сказала, что та предпочитает Боизета в качестве претендента на трон. Это не секрет, Нурбану. Именно по этой причине я стараюсь привлечь маму на свою сторону. Фатьма Султана это заметила, и поэтому пытается нас поссорить. Она знает, насколько я стану сильнее, если помимо отца за мной будет стоять еще и мама. А что с остальными? Шах Зададжи Хангир, Мехримах Султан, Рустем Паша, Мехмед Паша? Они на чьей стороне? Рустем и Мехримах за Боизета. Однако мама, думаю, может поменять их мнение. Джихангир не в счет. Он Мустафе полностью предан. Что же касается Соколу, он пока еще размышляет. Надеюсь, выберет меня. Иншалла. Это очень долгий и опасный путь, ты ведь знаешь. Один миг сомнения, и все потеряем. Если бы я знал, что меня оставят в покое, поверь, никогда не стал бы вступать в борьбу за трон и гнаться за властью. Но когда один из нас взойдет на престол, он отдаст приказ об убийстве остальных. Возможно, моя удача в том, что я не присоединился к союзу моих братьев. Они будут заняты друг другом, а мой путь будет свободен. Ну что вы скажете, вам понравилось? У напитка весьма резкий вкус, однако приятный. Признаться, я удивлена. Он никому не нравится с первого раза. В этом дворце кофе пью одна лишь я. Я тоже постепенно привыкаю. Как прошли ваши прогулки с принцессой? Мы посетили много интересных мест. Надеюсь, вы остались довольны. Очень. Поверьте, совсем не хочется отсюда уезжать. Однако пришло время. Теперь мне пора возвращаться на родину. Если вы мне позволите, я бы хотела писать вам письма. Разумеется. Особенно я волнуюсь о состоянии вашего отца. Передайте, что я желаю ему скорейшего выздоровления. Иншаллах, он поправится в скором времени и на вашу родину вернутся изобилие и достаток. Аминь. Аминь. Все то, о чем вы просили, загружают на корабли. Вы получите все в самом скором времени. Кроме того, мы еще пошлем вам пять сотен тысяч золотых. От имени своей страны я вас очень благодарю, госпожа. Наш народ будет за вас молиться. Амасья. Надеюсь, однажды ты не пожалеешь о том, что сделал. Не пожалею, матушка. Что бы ни случилось, я сделал то, что должен был. Главное, что отец жив. Моя совесть чиста. Надеюсь, это к лучшему. Больше нечего сказать. А ты что скажешь, Ниса? Думаешь, однажды я пожалею? Знаю, это непросто. И я никак не могу поставить себя на твое место. Но если бы под прицелом находился мой отец, и я была бы его единственным спасением, то я не смогла бы молчать. И ссоры этого бы не изменили. Мой Мехмед, сынок, только подумай, Ниса. А если бы это сделал мой сын? Если бы он смог промолчать, когда я шел бы к смерти, от такого же задачи его можно ожидать. Для человека главная его честь. Субтитры создавал DimaTorzok